На встрече с представителями средств массовой информации председатель ТОМС поселка Сосновый Бор Вячеслав Культиков, рассказывая об актуальной информации, в самом начале отметил заслуги жителей поселка Сосновый Бор и села Писанец в наведении чистоты и порядка на своей родной территории. Своё выступление я хотел бы начать со слов благодарности жителям поселка Сосновый Бор и села Писанец в части на наведение чистоты и порядка на территории. Вот уже третий год наша территория занимает призовые места в конкурсе лучших населенных пунктов. Заслуга в этом еще раз повторюсь в большей степени, конечно же, жителей нашего поселка, тех, кто неравнодушен к чистоте поселка, кто выходит на улицы, наводит порядок, выходит на субботники. Всем огромное спасибо. Еще раз хочу сказать, что и надеюсь, что наша территория и дальше будет оставаться всегда такой же чистой, опрятной, нарядной и красивой. Еще большего благородства и красоты Томс поселка придал отремонтированный участок автодороги. Был проведен ремонт дороги по улице Тимирязева. Отремонтирован участок порядка 120 метров с новым асфальтовым покрытием. Проведена работа и по пожарной безопасности. Мы выполнили предписание пожарников, оборудовали в селе Писанец пожарный водоем. Это район Одино, безводный район, о котором мы говорили в прошлом году. Я этот вопрос поднимал. Что же касается уличного освещения на территории Томса, то, по словам Вячеслава Культикова, работа идет по плану. В этом году, как мы и планировали, мы закупаем оборудование. Часть оборудования уже приобретена, получена. Заключен договор, осталось получить только светильники. И на следующий год мы планируем начать ремонт уличного освещения с заменой светильников. И в первую очередь, как я обещал в этом году на празднике села, это будут улицы Победы, улица Октябрьская. Это улицы, которые были признаны самыми лучшими по конкурсу нашего поселка, по чистоте и порядку. Из завершенных дел председатель Томс также отметил результаты проведенной работы по подготовке к отопительному сезону. В этом году у нас в 16-й школе был проведен ремонт по замене системы отопления. Результаты этой работы, конечно, сегодня же налицо. Буквально сегодня я был в школе, на улице 28-32 зафиксирована температура, минус. Дети ходят в футболочках, в блузочках. То есть результат работы налицо. Это первое. Второе. Хотелось бы поблагодарить жителей, всех, кто отнесся серьезно в период подготовки к новому отопительному сезону. Вы знаете, что в этом году на территории активно занимались подготовкой все. Это и промывка системы, и замена системы отопления в домах, квартирах. Очень активно наши жители проводили эту работу. Достаточно хорошо была осуществлена промывка системы со стороны МУПа нашего, Красногвардейского ЖКХ. Результат тоже есть. И на следующий год я призываю тех жителей, всех, кто пользуется услугой центрального теплоснабжения, эту работу продолжить. Результат и эффект от этих мероприятий действительно реален. Если в плане тепла на территории Томс проблем не возникает, морозы встретили достойно, то вот с электроснабжением населения не все так гладко. Дело в том, что за последние годы очень много жителей отказалось от центрального теплоснабжения и перешли на местное отопление. Это электрокотлы. Если раньше на оборудование электрокотлов требовались дополнительные разрешения, то в последние годы эти разрешения не требовались. И люди самостоятельно устанавливали дополнительное электрооборудование. Все это привело к резкому увеличению потребления электроэнергии. И вся эта нагрузка легла на наши трансформаторные подстанции, которые сегодня работают уже на пределе своих возможностей. Для того, чтобы эту работу провести, мы провели собрание с жителями поселка. Пригласили туда представителей свердлов энергосбыта, наших электросетей, где жителям были даны разъяснения, пояснения о том, как и что нужно сделать правильно и по закону, для того, чтобы исправить эту ситуацию. Сегодня идет активная работа, в которой нам помогает и совет ветеранов, и активисты нашего поселка. Жители активно достаточно оформляют заявки на увеличение мощности потребляемой электроэнергии, потому как по-другому замена трансформаторных подстанций практически невозможна. Если нет заявленной мощности на увеличение, нет оснований для ее замены. И, как следствие, работы проводиться не могут. Поэтому еще раз хочу обратиться ко всем жителям и сказать, что заявки всем, кто провел замену отопления и поставил электрокотлы, оформлять обязательно нужно. По всем вопросам можно обратиться в наш территориальный орган местного самоуправления, где вы получите бланки заявок, мы поможем, как ее оформить, поясним, какие документы еще нужны. Еще раз хочу сказать, нужна будет копия паспорта, нужны будут документы, подтверждающие право собственности на жилье или договор социального найма, и необходимо получить ситуационный план-схему в нашем отделе архитектуры и градостроительства. В решении данного вопроса председатель Томс призвал односельчан проявить понимание и активность, чтобы к следующему отопительному сезону провести замену трансформаторных подстанций, увеличив их мощность, тем самым избавив весь поселок от перебоев электроэнергии. Продолжение следует...